Привет, друзья! Закончился первый день Oculus Connect. И у нас есть много интересных новостей, но, к сожалению, никаких больших железных анонсов не было. Oculus не анонсировали AR-очки, хоть и сказали, что работают над ними. Oculus не анонсировали новые VR-очки, хоть и сказали, что работают над новыми устройствами в этой степи тоже. Самый большой анонс это Oculus Link, а именно это софт и кабель для Oculus Quest, чтобы превратить ваш Oculus Quest в традиционный PC VR-шлем. Точно такой же шлем, как Oculus Rift или Rift S. Это отличные новости и подробнее о том, как это работает, смотрите дальше в этом видео. Благодаря этому библиотека игр для Oculus Quest увеличивается в разы, потому что все игры, которые работали на старшем шлеме на Rift и Rift S, они теперь доступны на Oculus Quest. Oculus анонсировали программу по переносу приложений с Oculus Go на Oculus Quest. И если у вас было купленное приложение на Go, вы его получите бесплатно на квесте. На этой конференции пока не было никаких анонсов для Oculus Go. Компания явно начинает забывать про эту платформу, про этот недошлем, который отлично подходит для кино, но в принципе на этом его функционалы заканчиваются. И все, внимание концентрируется на квесте. Следующим большим анонсом была разработка отслеживания рук на Oculus Quest. На Rift S, к сожалению, его не завозят. К сожалению, я пока лично не смог попробовать, как работает этот трекинг, но завтра мне предстоит такая возможность, поэтому завтра будут подробные впечатления о том, как это работает и насколько хорошо. Я довольно много работал в Sleep Motion с модулем, поэтому я знаю, как он работает на других шлемах. Наконец, была анонсирована VR-игра от Respawn Entertainment, которую уже три года разрабатывают эксклюзив для Oculus, и она во вселенной Medal of Honor. Подробнее о ней смотрите в конце этого видео. Были объявлены подробности и даты релиза игр Asgard's Raid и Stormland. Asgard's Raid выйдет 10 октября, а Stormland выйдет 14 ноября. Прямо во время конференции нам показали свежий трейлер Star Wars Vader Immortal эпизод 2. После трейлера объявили, что продажи начинаются прямо сейчас, и игру уже можно купить в Oculus Store. Так что бегите покупать, если вы любитель Звездных войн. Дальше была традиционная демонстрация того, над чем компания работает, за закрытыми дверьми. А именно это прототип Half Dome 2 и Half Dome 3. Во втором Half Dome были улучшены варифакальные дисплеи, хоть и снижен угол обзора. А в третьем Half Dome начали использоваться жидкокристаллические линзы для электронного варифакального дисплея. То есть теперь не механические линзы двигаются, а путем электрических сигналов. Но оба этих устройства, Half Dome 2 и Half Dome 3, это ранние прототипы. И в ближайшие, может быть, 3-4 года мы увидим продукты, основанные на этой технологии. Но не раньше. Ну и, конечно, не обошлось без самой продаваемой VR-игры в мире. Beat Saber было объявлено о том, что выходит новый музыкальный пак. И он появится в продаже уже на следующей неделе. А новый режим, 180-градусный, где кубы будут лететь с разных сторон, появится в декабре. Теперь подробнее про Oculus Link. Сейчас я пробовал Oculus Link. Это новая технология для использования Oculus Quest как PC VR-шлема. Можно использовать любой USB 3.0 кабель. На стороне Oculus это разъем USB Type-C. На стороне компьютера это может быть или Type-C или Type-A. По задержке хочу сказать, что вообще никаких претензий не было. Я играл в Asgard's Rat. Я махал головой, я махал руками. И было ощущение, что я играю на обычном рифте. Единственное, немного замечается, что герцовка экранов меньше, чем на... Ну, как бы до этого я играл в основном на 120 Гц на индексе. А сейчас играл на 72 Гц. Это максимальное пока значение у квеста. Поэтому вот это ощущается. А во всем остальном, в принципе, все было хорошо в самой игре. Но если... Когда в самом начале игру запускали из Oculus Dashboard. Да, Oculus Dashboard именно с рифта там был, а не с квеста. То есть эмулируется полностью система. Вот в Oculus Dashboard были проблемы. Были явные артефакторы, явные искажения по краям объекта. После того, как игра была запущена, ничего этого не было. Они работают над решением, чтобы везде работало плавно и без проблем. Сегодня под конец дня я таки смог попробовать новую игру от Respawn для Oculus по вселенной Medal of Honor. То, что они выбрали вселенную медали за отвагу, это неудивительно. Так как игр давно не выходила. Последняя была достаточно провалившейся в продажах. А линейку Battlefield скорее всего Electronic Arts не разрешили бы использовать. Так что Medal of Honor вполне логичное решение. Я попробовал два уровня из четырех доступных. Первый это туториал, где рассказывалось, как пользоваться оружием, как перезаряжать, как кидать гранаты и все такое. А второй был уже экшен уровень из самой игры. Medal of Honor пока выглядит как самым большим разочарованием в этого Oculus Connect. Начать можно с того, что в игре достаточно простая аркадная стрельба. И даже в недавнем Дефекторе она выглядела намного реалистичнее и намного больше верилось в то, что ты держишь оружие в руках. Тут оружие ощущается каким-то пластиковым, легким. Перезаряжать оружие надо как, в принципе, в большинстве игр. Нажимаешь кнопку, чтобы у тебя выпала обойма. Потом берешь обойму с пояса, подносишь к нужному месту и передергиваешь затвор. Но здесь все упрощено до нельзя. И не только механики, но и сами анимации выглядят упрощенными. Ты не ощущаешь удовлетворения от того, как ты перезаряжаешь оружие. Более того, например, винтовка М1 Грант используется там. Когда ты отстреливаешь обойму, ты берешь новую и ты ее подносишь кверху оружие, но ты ее не вставляешь обойму внутрь оружия. А только когда ты отпустишь руку, тогда произойдет анимация уже без твоего участия того, как обойма заедет внутрь и затвор встанет на место. М1 Грант у него же такой отличный звук того, как он отстреливается и как ты засовываешь обратно новую обойму. Это даже в плоских играх ощущается круто. А здесь тебя лишают этого прекрасного момента перезарядки и делают очень все аркадно. А если брать винтовки, где надо передергивать затвор назад, там сделано еще хуже. Там вообще не нужно вставлять новые патроны. Ты просто перезаряжаешь ее бесконечно. В немецкой винтовке Car 5 патронов должно быть в обойме. Но вместо этого ты будешь передергивать затвор 20 раз или сколько у тебя патронов в инвентаре. Сколько ты набрал патронов, столько и будет. Можешь всю игру ходить с этой винтовкой, передергивать затвор и ни разу тебе не придется засовывать пули внутрь. То же самое с американской снайперской винтовкой. И по мне это очень плохо в игре про вторую мировую. Нам вообще обещали, что это будет очень реалистичное погружение. Ты будешь чувствовать ужасы войны, но конечно нам это обещали 3 года назад. А сейчас выглядит, что это нам сделали веселое развлечение во вселенной Второй мировой войны. Говоря про снайперскую винтовку, стоит упомянуть ужаснейшее прицеливание через оптику. Когда ты подносишь оптику близко к лицу, весь экран темнеет. И ты видишь только окружность прицела. Причем она, такое ощущение, что она находится на плоской поверхности в 10-20 сантиметрах от твоего глаза. Тебе приходится менять фокус. И двумя глазами у тебя вообще посмотреть не получится. Потому что у тебя начинает изображение в кучу сваливаться. Тебе обязательно надо закрыть один глаз. И по вот этой плоской поверхности ты уже начинаешь целиться и наводиться. Нету никакой глубины при прицеливании. Все очень плоско. Это наверное худшая механика прицеливания через снайперский прицел, что я видел в VR-играх. Гранаты в игре, как и было показано в трейлере, можно выдергивать кольцо зубами. Тут они не обманули. И гранаты сделаны в принципе неплохо. Кроме гранат, которые у тебя висят на груди, пистолет на боку, за одним плечом у тебя одна винтовка, за другим автомат. Ты можешь их менять местами. Ты можешь подбирать оружие противников и менять то оружие, которое у тебя было за плечом. На обойме отображается цифрами, сколько у тебя патронов осталось в обойме и сколько у тебя патронов к этому оружию осталось всего. То есть тоже достаточно аркадно. Какая тут может быть речь о реализме и второй мировой. Кроме того, на левой руке, на внутренней части у тебя есть шприцы. Это твои аптечки. Когда тебя сильно ранят, у тебя весь экран становится красным, ты чувствуешь пульсирование сердца в ушах. Ну то есть как во всех играх Call of Duty, это же все-таки респаун, это люди, которые изначально были Infinity Ward, работали над первыми Call of Duty. Они тут ничего не стали переделывать. Все то же самое. У тебя вот это пульсирующее красный экран. Но отличие тут в том, что если ты не воткнешь в себя шприц, а шприц надо втыкать себе в грудь, если ты этого не сделаешь, у тебя нету шприца или ты решишь его сэкономить, то у тебя не будет автоизлечивания, как это было в старых играх Call of Duty. А ты будешь вот с таким красным пульсирующим экраном бегать, пока ты наконец не найдешь шприц или тебя не добьют. Сами руки это как принято в современных VR играх, это обрубленные кисти, но здесь сделали немного дальше, это где-то по локоти они обрубленные. То есть у тебя нету плечей, но у тебя есть тело, на котором ты видишь, что у тебя висят гранаты и оружие. И после того, как я прошел туториал, я запустил миссию, которую там на выбор мне предложили или экшен-миссию, или с головоломками, или более спокойную. Я выбрал экшен. Задание было как часть французского сопротивления. Нужно было в каких-то помещениях, в каком-то здании найти список французских предателей, спрятанных в сейфе и сжечь его. Ты появляешься где-то на первом этаже, около кухни, и тут же на тебя начинают выбегать солдаты в перемешку с людьми в костюмах, все с автоматами, начинают в тебя стрелять. Никак ничего не обосновывается. Тут сразу бросается в глаза искусственный интеллект, а точнее его отсутствие. Потому что эти чуваки, они пробегают сквозь тебя, они застревают в углах, они могут застревать наполовину в стенах, они могут никак не реагировать на тебя пару секунд, прежде чем начать стрелять. Но когда они начинают стрелять, они стреляют в тебя точно и убивают в тебя довольно быстро. То есть вот вся сложность заключается в том, что ты увидишь, где противник, ты спрячешься за углом или за каким-нибудь опрокинутым столом, и ты выглядываешь, убил одного, убил второго, перезарядился, опять выглянул, убил одного, убил второго. Они выбегают по 2-3 человека, так что сильных проблем ни у кого не будет. Но то, что они тупенькие, это, конечно, разочаровывает. Уровни как бы нелинейные, но только номинально. 5 комнат, через которые тебе надо пройти, потом попасть в лифт и по второму этажу пройти еще по 5 комнатам. Они довольно неплохо обустроены, выглядят красивенько. Нелинейность заключается в том, что в каждую комнату будет 2 входа, 2 двери. Ты можешь выбрать, ты пойдешь здесь или 20 метров справа будет другая дверь в ту же комнату. И у тебя будет 2 выхода, то есть ты можешь выйти в эту дверь, выйти по диагонали или прямо пройти. Ну и по окончанию этой миссии я нашел сейф. В 2 метрах от сейфа был шкаф, в котором лежала динамитная палка. Я ее взял, я ее повесил на сейф, поджег зажигалкой. Зажигалка тоже, просто нажал кнопку для того, чтобы открыть зажигалку, нажал кнопку, чтобы чиркнуть. Поджег, взорвалась дверь, внутри список, я его взял, опять зажигалка, опять поджег, все, миссия закончена. И, ну, вся миссия заняла, ну, у меня минут 7. И я не могу сказать, что я был сильно увлечен геймплеем. Я уже сказал, что стрельба из оружия сделана аркадно, но тут, когда ты попадаешь в противника, тоже как-то аркадно сделано. То есть ты можешь попасть ему в лицо, и он не умрет. Обязательно надо минимум 2 попадания, чтобы ты выстрелил ему в ногу, он делает какую-то анимацию того, что ему больно. Но на этом вся его реакция заканчивается, он продолжает после этого в тебя стрелять. Никаких продвинутых анимаций, ничего нету. Выглядит, ну, такие просто вот болванчики выбегают на тебя. На видео игра выглядит лучше, чем она есть на самом деле. И это печально. Ну вот и подошел к концу первый день Oculus Connect. У нас было не так много больших анонсов, к сожалению. Но завтра нам еще предстоит с утра второй Keynote двухчасовой, где нам тоже что-то анонсируют, что-то покажут. Это будет второй и последний день Oculus Connect. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, палец вниз, если нет. Пишите в комментариях, какой из анонсов наиболее важен для вас. Увидимся в виртуальной реальности! Субтитры сделал DimaTorzok